В начале встречи губернатор предложил ее участникам оценить самые важные изменения, которые произошли в жизни региона за последние три года. Молодые люди отметили строительство новых спортивных объектов, подготовку к чемпионату мира по футболу, поддержку молодых ученых и агропромышленного комплекса, а также бюджетную поддержку муниципальных образований. Глава региона рассказала о масштабной работе, которая ведется для развития массового спорта. По мнению Николая Меркушкина, только спорт поможет победить наркоманию в молодежной среде. Построили 12 стадионов с искусственным покрытием, с тартанами, с дорожками, полным вокруг. Искусственное покрытие означает в любое время года полноценный стадион могут играть в полноценный футбол. Задача стоит, что это в каждом районном центре, в каждом этом футболе. Вот такие у нас в Самаре 50 лет и 100 в стадионах. Чтобы талантливая молодежь после вузов оставалась на родине, власти региона делают акцент на поддержку крупных предприятий. Губернатор отметил внушительный контракт с СКБ «Прогресс» на доставку зарубежных грузов на космическую орбиту. Предприятие получит 670 миллионов долларов. Николай Меркушкин активно лоббировал интересы самарского предприятия на федеральном уровне. Авиакосмическая отрасль очень важна для развития экономики региона и создания новых рабочих мест. Поддержка молодых специалистов также в приоритете областного правительства. 170 выпускников Самарского аэрокосмического университета, которые работают на самарских заводах, получают областные гранты. Молодых ученых также волнует квартирный вопрос. Напомним, областные власти планируют построить Гагарин-центр, где появится целый академгородок. Гагарин-центр будет городок для жилья, в том числе будет построить 5-10-12 домов, усопных для жилья. В основном будут жить молодые ученые, скажем, у которых семьи, у которых это тоже предусматривается. Ну, пока не говорим, что это бесплатно будет. Может, это арендное жилье, как для оппозиционных. Может быть, это, условно, ипотечное жилье. Форма может быть разная. Чтобы все планы власти уплатились в жизнь, важна консолидация общества, отметил губернатор. В сентябре в регионе пройдут выборы в Государственную и Самарскую губернскую думу. Николай Меркушкин призвал молодежь проявить активность и не поддаваться на провокации. Представители молодежных организаций предложили организовать молодежный предвыборный штаб. Молодежь готовится, участвует. Вот здесь ребята присутствующие также хотели бы участвовать в праймере, проявить себя. Понятно, что мы молодые, опытом набираемся, но благодаря общению на праймере с такими людьми тоже много передается. Одна из задач власти – подготовка качественных специалистов, которые смогут развивать реальный сектор экономики региона, резюмировал губернатор. Ольга Морозова, Максим Гусев, События.